Приветствую вас, Эля. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы не задаёте вопрос, по сути, то есть вы просто описываете некое состояние, которое сейчас у вас наблюдается, да, но вопроса никакого вы не задаёте. А это очень важно, очень важно задать вопрос, потому что психологи работают всё-таки именно с вопросами, с запросами. Что касается самой темы, то как-то очень надуманно выглядит то, что вы описываете немного, не в том смысле, что это неправда, нет. Я не хочу сказать, что это неправда, я хочу сказать, что, на мой взгляд, за подобной терминологией скрываются ваши психологические проблемы, в отличие от данного феномена, куда более реальные, чем то, например, что вы описываете. Вот, ну, например, страх перемен, как неоправдакциально, но подобное может очень сильно беспокоить человека, страх перемен. Например, нежелание мириться с, опять же, теми же самыми переменами. Недоверие себе, недоверие своим чувствам, отсутствие стандарности и стремление к контроль, например. Стремление, стремление к контролю. Очень важным, очень важным моментом мне видится данная ситуация. Вот, и, соответственно, как, ну, как следствие этого я могу сказать, что нужно, нужно желательно преследовать. Данную проблематику для того, чтобы выяснить, что стоит за этим, что стоит за вашим состоянием текущим. Вот, и, соответственно, какие психологические конфликты делают ваше состояние реальным и возможным. Я думаю, что если поисследовать данный вопрос в ключе, который я описал, к примеру, то ситуация станет куда более понятной, куда более наглядной. Вот, и самое главное, она станет куда более личной. В том смысле, именно, вот, в том смысле, что это будет без наименований, да? То есть, вот, именно наименования, да? В том смысле, когда говорят, что, вот, эффект Мандалы, и, ну, всякое такое. Все, что называется определенными феноменами. Вот. Мне кажется, что это избегание. Это избегание взгляда на то, что реально, на то, что действительно беспокоит, на то, что действительно важно. Вот. И, соответственно, соответственно, мне представляется, вот, такое видение ситуации. Я надеюсь, что вам это видение будет близко. Вот. И я надеюсь, что вы не будете погружаться в феномены, как это. А будете исследовать свои эмоции, свои чувства, и тогда вы увидите, почему вам, допустим, так тяжело принимать новое. Многим людям сложно принимать какие-то, вот, новые вещи, новые вещи, какие-то новые обстоятельства их жизни. Вот. Вот. Но у этого есть всегда причины. У этого есть всегда субъективная сторона. А, значит, с этим можно работать. Работать. Вот. Если вы считаете, что он у вас может иметь место быть, например, психическое заболевание, если вы так считаете, либо у вас есть подозрение на эту тему. Вот. То вы, конечно, можете, можете, ага, в таком случае обратиться к врачу лучше очно для того, чтобы вам оказали помощь. Вот. Понимаете? Вот. Обратите еще внимание на то, что вы говорите, вы говорите, что мозг отказывается, ну, мозг отказывается принимать. В частях то, что много уже не станет при этом. Вот хочется спросить, да, а почему у вас, почему у вас есть вот такая установка, что все должно быть как при этом. Почему у вас она есть. То есть откуда идет мысль о том, что все должно быть как пред. Откуда у вас эта мысль. Вот. Мне кажется, что тот факт, что все течет и все меняется абсолютно нормальным. Это абсолютно нормально для вещей изменяться. Но вы есть такое впечатление, что вы хотите больше статики. И вот нужно определить, почему вам статика так важна. Чем она для вас важна? Как правило, сейчас человек боится перемен, да, боится чего-то нового, когда у него не простроены личные границы. Если это так, если это так, то в этом направлении вам в том числе также нужно работать. То есть вам нужно работать именно вот в направлении личных границ, если они у вас не простроены, если вы боитесь перемен. Вот. Такой ответ может быть вам дан Ольга, ой, Эля. Эля, Эля. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.